приветствую вас дорогие мои уважаемые овны с вами опять я татьяна шаманова сегодня у нас будет разговор идти об изменениях об изменениях на 2020 год связи с кризисом связи с коронавирусом почему я решила затронуть эту тему просто сейчас в новостях на ю тубе творится какой-то кошмар может даже назвать армагеддон и когда начинаешь погружаться в это становится просто жутко по крайней мере знаете насчет кризиса эта тема то не новая особенно у нас в россии почти постоянно кризис затихающий возрастающий как-то уже более менее привыкли но появление коронавируса это конечно что-то новое такого раньше не было сколько вирусов приходили птичьи свины и там еще какие-то но как-то так все обходилось но здесь просто вот просто еще раз говорю армагеддон но дорогие друзья я не собираюсь вас пугать не собираюсь на вас нагонять и прессивное состояние нет моя задача другая тем более знаете я придерживаюсь всегда такой позиции по крайней мере стараюсь хочешь жить уме вертеться и вам того же в общем то и советую и еще я недавно выпустила видео под названием наперекор судьбе про черные полосы и испытания я конечно не предполагала что я буду делать именно нынче вот вот этот прогноз с подобной тематикой как время перемена но вот так как случилось и так получилось поэтому этот расклад то что мы сейчас видим он как бы продолжение но с другой точки зрения продолжение видео роликов наперекор судьбе но с другим содержанием сегодня мы будем говорить то может принести нам это не побоюсь слова дьявольская мировая заварушка какие изменения нам принесет вся эта ситуация что делать как себя обезопасить как себя подстраховать и вообще выйти из всего вот этого с минимальными для нас потерями как говорится спасение утопающих дело рук самих утопающих так что особо выбора то у нас и нет и придется постараться пережить этот период как того пережить короче его и не потерять много и сохранить себя в целости и сохранности вы видите уже готовый расклад это не случайно и не специально сразу же вам говорю уважаемые умны просто я уже записывала этот прогноз но почему-то оказалось что он у меня не записался я не знаю что случилось с моим этим устройством то ли я кнопочку плохо нажала то ли чё но короче меня постиг удар когда я стал захотела прослушать что же у меня получилось получилось у меня ничего не получилось вообще ничего не записалось поэтому вот пришлось повторно возвращаться к этим картам так как новый расклад делать ну как то вроде бы некрасиво и вообще неправильно поэтому я выложила карты и прошу не писать тех кто почему вы при нас не вылаживаете карты начнем с вопроса что же вернее как отразиться этот коронавирус на вас здесь у нас выпала тройка пентакли выпал рыцарь чаш и выпал паш пентакли ну вы уже по картам уже видите что в принципе вы достаточно будете осторожны причем очень осторожны вы не будете лезть туда куда не надо не если вы не знаете опасно там или не опасно вы очень практично подойдете ко всей этой истории поэтому в принципе вас этот коронавирус не за день нет благодаря как раз вот вашему отношению к этой ситуации что касается изменений по сферам жизни если взять работу здесь у нас рыцарь чаш друзья мои даже по картиночке видно что человек замкнут в неком пространстве то бишь пещере он один либо кто-то будет работать дома либо кто-то просто вынужден будет сидеть дома но в принципе до предприятия закрываются и в общем-то король чаш очень хорошо показывает эту картинку но сказать чтобы было большое расстройство для вас скажем да карта конечно такого не говорит она больше говорит что вы займетесь своими делами своими делами кто-то хобби своими займется кто-то там какими-то творческими проектами своими кто-то по хозяйству что-то будет делать ну в общем вот как то вот так вот и вполне возможно что и параллельно будете анализировать эту ситуацию думать а что дальше с чем дальше как говорится эти они поменять ли нам вообще эту работу они добавить ли какой-то не придумать ли какое-то новое дело не замутить ли как говорится новое дело чтобы вот на такие ситуации всегда была подработка и не заставка не заставала эта ситуация вас врасплох ну по этой карте еще конечно идет увлечение спиртными напитками то есть в каком плане что не исключены какие-то такие домашние посиделки перед даже ну может перед телевизор перед телевизором может с пивком может там это касается конечно в основном мужчин может с какими-то другими напитками не обязательно спиртными но тем не менее здесь такая спокойная обстановка способствующие размышлению способствующую озарению что касается бизнеса то тут не совсем все просто потому что выпала восьмерка жеслов мы видим что люди на этой картинке чем-то озадачены и это действительно так то есть кому-то предстоит выбрать очень жесткий вариант как действовать дальше останавливать бизнес или как-то держаться на плаву и если и законодательном плане будет остановка то есть запрещающая работать бизнесу то что в этой ситуации сделать чтобы не обанкротиться что предпринять и вообще как сохранить бизнес или наоборот как говорится банкротить его сейчас чтобы в дальнейшем понести меньше расходов меньше убытков а потом когда вся эта катавасия закончится возобновить обратно то есть вот такой будет жесткий выбор вариантов по поводу что же что же предпринять и что же сделать финансовая сторона здесь выпала девятка чаш ну здесь как видим обстановка спокойная не исключено что вы себе имеете вернее какие-то накопления на данный момент пока вас это дело не волнует вот вы возможно уже затарились определенным количеством продуктов на тот случай если все позакрывают том числе и продовольственные магазины какими-то другими предметами быта тоже себя обеспечили или что-то прикупили пока цены не взлетели но по крайней мере мы видим видим умиротворение видим подготовку финансовую подготовку к этой ситуации и не видим никакого волнения и слава богу что касается отношений до в кризисные времена отношения также претерпевают изменения у кого-то в лучшую сторону у кого-то в худшую сторону но тем не менее кризисы также влияет и на эту область нашей жизни что касается тех кто имеет партнера здесь у нас выпало двойка чаш как видим здесь волноваться нечем либо вы оба то есть и вы и ваш партнер и партнерша сплотитесь воедино будете друг другу помогать будете друг друга поддерживать будете совместно решать что и как то есть лишь бы только ваши отношения нет ничем не были затменены и ничем не разрушены либо кто-то либо вы либо ваш партнер сам возьмет на себя эту функцию и будет успокаивать будет поддерживать и будет сохранять баланс ваших отношений что же касается свободных умнов здесь выпала карта сила ну что тут можно сказать кризисные вот эти все дела принципе на вас не повлияет вы настолько сильная личность настолько хорошо можете сами управлять ситуациями и для вас отсутствие партнера не столь трагично не столь трагично даже если вы встретите партнера вот в этот период что вполне может быть то я думаю ваши требования к этому партнеру будут довольно высоки то есть или партнерша то есть вы будете достойную себе пару искать определенные у вас будут требования определенные критерии абы что и абы кто конечно вам не нужен домашние дела ну здесь выпала десяточка чаш все нормально с домашними делами ничего не поменяется мы видим дружную семью мы видим что здесь даже идет праздник то есть если у вас за этот период будет какие-то домашние семейные мероприятия то в принципе они состоятся они будут уж в каком формате это другой вопрос слава богу у нас если даже все закроет но есть интернет и есть skype и в принципе всегда можно создать типа конференции увидеть своих родных знакомых близких переговорить с ними как говорится даже как вместе за одним столом выпить но только вы будете по эту сторону экрана а ваши друзья или родные по другую сторону экрана то здесь у нас ничего не нарушается все идет по плану я бы так сказала все идет по плану дальше у нас в позиции рекомендации что нужно предпринять чтобы остаться на плаву в этом кризисе здесь у нас выпала девятка пентакли выпала звезда и выпал правосудие но уже даже по девятке пентакли можно сказать что вы не должны опускать руки это однозначно вы также должны коммуницировать вы должны себя презентовать вы не должны выпадать из сферы общения также как-то говорит что надейтесь только на себя в первую очередь вернее надейтесь только на себя потому что как вы себя поведете так вы и переживете все эти тяжелые времена главное не опускать руки понимаете не опускать руки совершенствовать свои навыки если у вас как говорится нет возможности работать то находясь дома также продумывать а чем бы еще заняться чтобы еще освоить или как побольше получить каких-то знаний на будущее для зарабатывания денег то есть поднять придется наверное карты советуют заглянуть себе глубоко в душу и посмотреть может у вас там есть еще какие-то таланты способности которые можно монетизировать в будущем и карта звезды карта звезды также говорит что избавьтесь от всего старого на основу в том числе в мыслях в каких-то принципах своих откажитесь от каких-то ненужных трат которые были раньше необдуманные сконцентрируйтесь на чем-то одном загляните в перспективу перспективу чем бы вы могли заняться все-таки кризис он в первую очередь ударяет у нас по финансам а финансы у нас с неба не падают их надо каким-то образом зарабатывать и каким-то образом получать главное не опускать руки главное верить что скоро все это закончится это однозначно поэтому не бойтесь менять свои планы не бойтесь отказываться от своих каких-то целей это всегда можно переструктурировать то что вы допустим намечали раньше потому что да все идет к тому что мир меняется все меняется и мы соответственно должны также быстро реагировать на эти изменения к сожалению это так сейчас у нас просто время такое ничего не вечно все быстро меняется и мы должны успевать успевать за этими изменениями иначе как говорится все можно поставить точку приехали карта правосудия она подчеркивает и обращает внимание на то что к этой ситуации должен и вообще что будет меняться в вашей жизни за этот период вы должны обязательно подходить с трезвой оценкой очень разумно практично также карта советует обязательно выполнять требования каких-то законодательных указов то есть если говорят будьте осторожны или защищайтесь от этого вируса или сидите дома то есть вот это должно неукоснительно исполняться и вы должны требовать и от своего окружения такого же выполнения такого же отношения потому что ваше ближайшее окружение если не будет выполнять эти требования то это соответственно может и на вас отразиться поэтому требуйте справедливого отношения к вам и соответственно будьте тоже справедливы и к другим выполняйте их какие-то требования если они защищают ну и защищают их и естественно не вредят вам по поводу оракула затмения здесь у нас выпала карта предупреждения ну в общем то логично логично оракул затмения предупреждает что обязательно будьте осторожны в общем то можно сказать что он вторит вот этим картам и подтверждает что все вы правильно делаете что вы осторожны что вы думаете что вы не наплевательски относитесь к мерам защиты если надо то сидите дома если надо не ходите туда куда не надо и вообще как говорится соблюдайте все правила установленные во время вот таких эпидемий ну и так же карта предупреждает что что в это время непростое время прислушивайтесь к своей душе прислушивайтесь к своему сердцу к своим чувствам к своим хотелочкам и конечно же и конечно же не рискуйте понапрасну трезво относитесь ко всей ситуации а так же к событиям которые будут у вас происходить на работе в бизнесе да и в финансовой сфере то есть мы тут видим что человек готов к кризису в общем вот такие пироги дорогие мои умные пожалуй это все что я вам хотела сказать надеюсь я вас никого не запугала но знаете надо отметить что карты выпали очень хорошие очень хорошие много младших арканов все они позитивненькие без каких-то ударов без каких-то сильных уж как говорится крушений разрушений и прочее и прочее поэтому не стоит переживать не стоит волноваться главное что все у вас в руках понимаете вот все у вас в руках если вы будете придерживаться вот этих рекомендаций то выйдите из этого кризиса из всех этих непонятных тяжелых времен в общем-то достойно и без потерь ну мне остается только пожелать вам здоровья еще раз здоровья еще раз здоровья внимание умных решений практичные практичного подхода ко всем что будет у вас происходить любви взаимопонимания с друг другом и вообще будьте счастливы и до новых встреч на моем канале